Переходный период, связанный с преобразованием муниципального района в городской округ, который длился полтора года, завершается. Проанализировав ситуацию, власти муниципалитета разработали новые структуры администрации, которые представили на утверждение Совета депутатов. Основной упор сделан на развитие территорий. У главы округа появятся два первых заместителя, один из которых как раз будет заниматься этими вопросами. В новой структуре основной акцент сделан на усиление жилищно-коммунального блока и работе по развитию территории. Первый заместитель главы администрации у нас будет заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Компетенцию первого заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству будет контроль работы за территориями. Работу территориальных отделов теперь будет координировать два равноценных управления. Каждая территория, бывшая когда-то самостоятельным поселением, имеет свой уклад, ритм жизни и экономический потенциал. Управлять такой машиной сложно, говорят в администрации. В новой структуре в одно управление по развитию территории войдут Фрянова, Огоднева, Трубиной и Гребнева. В другое – Щелково-Загорянский, Монина, Медвежьи озера. Целесообразнее будет создать два управления. Во-первых, эти управления имеют большую территорию и большой объем работы. Находятся в разных, что называется, территориальных направлениях. И я вам хочу сказать, что управлением, которое имеет численность 40 человек, управлять гораздо сложнее, чем двумя управлениями, которые имеют численность 15-20 человек. Во всех отношениях. Преобразования коснулись и строительной сферы. Путем слияния отдела по координации строительства и отдела архитектуры в администрации создается управление строительного комплекса. Вся структура замыкается на главе округа, который принимает ответственные решения. Также на заседании депутаты приняли три документа, регламентирующие участие жителей в градостроительной политике округа. Это положение об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний. Они проводятся при утверждении проекта генерального плана «Правила землепользования и застройки городского поселения». Без слушаний не обходится принятие проектов планировок и межеваний. Не утверждаются правила благоустройства территории. «Чётко прописано, какой должен быть проект, что включать в себя, проект решения, какие мероприятия, где должна быть размещена выставка, в какие сроки, кто имеет право принять участие». Отдельным положением устанавливаются сроки назначения проведения публичных слушаний по разным вопросам. Свои нюансы в документ внесла пандемия. Теперь допускается проведение общественных обсуждений и участие вне граждан по видеоконференцсвязи. Сами предложения могут быть переданы не только в ходе слушаний, но и через портал госуслуг, по электронной почте и даже по телефону. Депутаты привели в соответствие с ЖК порядок предоставления жилых помещений из специализированного фонда. Он допускает размещение в манёвренном фонде не только семей пострадавших в результате пожара, но и тех, чьё жильё в многоквартирном доме признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Отдельным вопросом депутаты единогласно проголосовали за присвоение звания почётного гражданина городского округа Щёлкова Анатолию Самойленко посмертно. Выдающийся российский учёный в области ветеринарной вирусологии, лауреат Госпремии, много лет руководил Щёлковским биокомбинатом. В частности, им разработаны эффективные технологии производства противоящерных вакцин. В заключении Совет депутатов принял решение о награждении почётной грамоты и благодарственным письмом 15 сотрудников учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.